Выборы в Кишневе прошли, но политики совсем не устали. Делают громкие заявления, дают обещания и, судя по всему, вовсю готовятся к парламентским выборам. Так что же происходит в политической жизни? Какие сюрпризы нас ждут? А главное, что от этого получит рядовой молдавский избиратель? Эти вопросы, разумеется, нуждаются в честных и принципиальных ответах. Вы смотрите программу Дело принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Я представляю моих гостей. Сегодня это политологи, еще и депутат парламента Богдан Цырдя. Добрый вечер. Виталий Андреевский. Иван, здравствуйте. Это те люди, которые, я надеюсь, сегодня будут честно отвечать на вопросы. У нас получится с вами дискуссия. Поддержать позицию одного из участников также можете и вы, набрав один из предлагаемых номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Ну что ж, уважаемые гости, раз речь зашла у нас о заявлениях, то сегодня весь день комментируют заявление одного человека, председателя парламента Андриана Канду. Более всего говорят о его высказывании о том, что вместе с Грузией и Украиной Молдова может подать совместный иск к России в связи с агрессией Кремля и оккупацией части их территории и получить за это миллиарды. Ну, первый вопрос. Зачем было сделано это заявление и какую цель истинно преследовал председатель парламента? Виталий Александрович? Ну, мне сложно сказать, какую цель он преследовал, но я не очень верю вот такого рода заявления в эти миллиарды, потому что я помню, сколько там Прибалтика поднимало, государство Прибалтики по оккупации, там тоже назывались баснословные суммы. Мне кажется, это все абсолютно нереально. Это такой политический шаг, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблеме нахождения российских войск на территории Молдовы, Приднестровья. И больше я ничего за этим не вижу. Такой ценой? Ну, какая там цена? Особой цены нет. Напишут они бумагу, отошлют. Какая там особая цена? Я поняла вас, спасибо. Богдан, вы что увидели за этим заявлением? Знаете, я тоже не верю, что это заявление материализируется хотя бы в каком-то запросе, какой-то международный орган. Я даже не знаю, в какой орган они могут обратиться. Я уверен, что они сами не знают. Мне не очень понятно, я убежден, что и господам с Питером тоже не очень понятно, что они, в чем они конкретно будут обвинять. Какие суммы они будут востребовать, будут требовать у Российской Федерации и самое главное, на каком основании. Действительно, Виталий Александрович прав, что и Прибалтийский государство, и Украина, и Молдова в 2010-м, я вам напомню про комиссию Димку, когда выступил господин Ставилл, историк от этой комиссии, назвал даже сумму в 27 миллиардов долларов. И все это, конечно, с успехом и с треском провалилось, ничем не закончилось. Это же заявление господина Канду, кроме политического позиционирования, вот он показывает, вот я правый, а вы все остальные никакие. Его надо показывать оппозиционным правым партиям, то есть Майе Санду и Андрею Настасу. Вот вы заигрываете то с Усатом, то с Додоном, то с Вороньем, то еще черт знает с кем. А вот мы принципиальные борцы за евроинтеграцию, против русских, против российских танков и так далее. То есть они позиционируют себя. Но одновременно все-таки я бы хотел особо подчеркнуть внимание на том, что я в этом вижу целенаправленную линию демократической партии, вернее ее определенной части демпартии, ее руководства, которые проводят уже минимум год яростную, пламенную антироссийскую политику. И каждый раз это по чистой случайности совпадает с визитами господина Плохотнюка в Соединенные Штаты. Вот я вам напомню, 3 июня мы имели выборы, выборы Настаса, 4 июня Плохотнюк поехал в Соединенные Штаты. Далее мы имеем уже 11 июня заявление господина Канду по вот этому антироссийским компенсациям. А более того, хочу вам напомнить, что 4 июня, когда господин Владимир Георгиевич Плохотнюк вылетел в Соединенные Штаты, в тот же день Конституционный суд выдал свое знаменитое решение об устаревшем статусе русского языка. Вот видите, один вылет, два, сразу два вот таких демарша. И еще, чтобы закончить эту мысль, чтобы наши телезрители убедились окончательно в этом, в прошлом году, в 2017 году, господин Плохотнюк 5 декабря тоже вылетел в Соединенные Штаты. Это был трехдневный визит. 5 декабря по 7 декабря 2017 года. И что мы имели? Мы имели 7 декабря уже, 7 декабря, закон о борьбе с российской пропагандой, назовем его так образом, и 8 декабря открытие офиса НАТО. Были и другие вылеты господина Плохотнюка и такие же вот результаты. Такие же результаты. Вот Демпартия пытается получить в союзники некие консервативные круги Соединенных Штатов Америки. Соединенных Штатов Америки. И это им где-то в реальности помогает удержаться у власти, помогает получать какие-то фонды, помогает получать какую-то поддержку от определенных кругов Соединенных Штатов. Но одновременно портит отношения с Россией и со странами СНГ. И это отражается, с моей точки зрения, на рейтингах Демократической партии, которая сегодня для меня непонятно, где она находится. На правом фланде, на левом фланде, на центристском фланде. То есть ее бросает из одной крайности в другую. Мы говорим об этом у Виталия Александровича, но прежде всего я бы хотела в отношении безобидности этого заявления напомнить Виталию Александровичу и нашим телезрителям, что в принципе это не первое заявление подобного рода у господина Канду. Если помните, я вот нашла в январе 2018 в интервью латвийской прессе, господин Канду уже заявлял о намерении выставить в Москве счет за российскую оккупацию и заявил о намерении поднять этот вопрос о выводе российских войск и даже назвал сумму, что это будет исчисляться в миллиардах долларов. Прошло полгода, и он определился. Да, вот мне интересно, зачем так человек планомерно поднимает эту тему и постоянно об этом говорит, если это все впустую? Давайте ради справедливости скажем, что первую тему об оккупации российских войск подняли коммунисты. и подняли в организации объединенных наций. Это первое. Второе, не надо связывать какие-то заявления с визитами Влада Плохотнюка в Соединенных Штатах Америки, потому что то, что касается телевидения, то этот вопрос обсуждался практически два года. И круглые столы проводились, то есть эта тема, она постоянно была как бы во внимании общественности. А что касается последних заявлений, я повторяю, это как бы обозначение того тренда, который четко демократическая партия показала, что она выступает за вывод российских войск. Это как бы такая немножко завышенная планка, что давайте, может быть, и договоримся без всяких международных организаций, давайте, может быть, сядем и определимся, что делать с этим ограниченным контингентом. Я считаю, что этот вопрос действительно надо решать. Я надеюсь, что сегодня Владимир Путин в хорошем настроении после победы российской сборной. Дадон найдет возможность шепнуть Владимиру Владимировичу, давайте решим вопрос с выводом российской армии, и это будет всем хорошо. На самом деле, это действительно всем будет хорошо, потому что от этого выиграет Россия и выиграет Молдова, потому что такая болезненная тема в наших отношениях. Но я повторяю, вот как бы ее достаточно завышают очень высокими требованиями молдавские власти, чтобы потом была возможность какого-то компромисса отступить. Давайте говорить на эту тему. Виталий Александрович, вот я гораздо серьезнее отношусь к высказываниям председателя парламента, и, наверное, серьезнее отношусь к его командировкам. Вот, например, пытаюсь понять, помогите мне сейчас в этом вопросе, зачем нам было вместе с Грузией и Украиной организовывать межпарламентскую ассамблею. У нас есть распрекрасный Гуан, ставший ГУМом. Туда тоже входит Украина, как мы знаем, и Грузия. Так, Богдан? Да, и Молдова. Зачем нам нужна была эта новая организация? Что мы от этого выиграли, кроме вот той риторики, которую мы сейчас слышим? Это все в Киеве, в принципе, заявление. Да, сейчас я отвечу. Но прежде я хочу, вот то, что Богдан сказал, что мы портим отношения со странами СНГ, ну, кроме России. На самом деле, у нас со странами СНГ, если иметь в виду Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан и остальные, Киргизия, очень хорошие отношения, мы ни с кем не испортили. Что касается... А с Россией испортили все-таки, Виталий Александрович? Я считаю, что с Россией сложные отношения. Я бы не сказал, что они, как бы, достаточно испорчены. Что касается вот этого союза трех... Межпарламентской ассамблеи. Ну, как бы, союза трех этих государств, да? Мне кажется, что это естественно, потому что эти три государства, в отличие от других, которые входят в Гуам, они достаточно активно продвигают вопросы евроинтеграции. И они выступают не только вместе по этому вопросу, они вместе готовятся к саммитам с Европейским Союзом, вырабатывают единые вопросы, подходы единые. Они по другим вопросам. Но я хочу напомнить, что, в принципе, Украина подняла в Организации Объединенных Наций вопрос. Достаточно сложный. Она обвинила Россию в терроризме. И этот вопрос будет рассматриваться в Организации Объединенных Наций. Я не знаю, насколько это связано с оккупацией, вот с этим термином, но Украина в этом плане как бы работает немножко отдельно. И я считаю, что, в принципе, каждая страна тут должна работать отдельно, потому что у каждой страны есть свои естественные проблемы, и не надо их всех смешивать. Я не очень поняла все-таки эту разницу. Богдан, может, вы поняли, вот зачем, будучи членом ГУАМа, или ГУМа, нам становиться членами Межпарламентской Ассамблеи? Давайте я скажу так, точечно, по этим трем нюансам, которые мы обсуждаем. Первое, вот насчет закона борьбы с российской пропагандой. Да, действительно, дискуссии были, но когда в прошлом году, в 2017 году, да, с 17 по 19 мая господин Плохотнюк, опять же напомню, был в США с визитом. Это был его где-то третий визит. И вот уже через три дня, то есть 23 мая, Демпартия выступила с инициативой, а законодательной инициативой о законе по борьбе с российской пропагандой. То есть буквально через три дня. И сам закон был принят, как я вам сказал, уже через полгода, 7 декабря, опять во время визита в США. Потом, по чистой случайности, его поддержал посол США. И я вам напомню, что тогда в Конгрессе Соединенных Штатов в мае как раз обсуждались вот эти санкционные, санкционный пакет против России. И в контексте этого пакета и была эта инициатива Демократической партии о борьбе с российской пропагандой. То есть в Конгрессе США обсуждали этот пакет и борьбу с российской пропагандой, и миллиарды, несколько десятков миллиардов выделяли на это. И мы вот решили клюнуть, что может быть и мы здесь поклюем пару денег. Хорошо, это первое. Второе, насчет отношений со странами СНГ и с Россией. С Россией отношения действительно сильно ухудшились. Я не говорю о том, что рынки закрыты, что проблемы с амнистией гастарбайтеров и так далее. Что Додону, президенту... В чем ухудшились? Я вам могу объяснить. Вот по пунктам я могу сказать. Первое, во-первых, в экономическом плане. У нас до сих пор нет еще полного. Экспорт вырос в России. 20% открылся рынок лишь частично для 180 предприятий винных, благодаря усилиям Игоря Додона. Второе, с проблемой амнистия гастарбайтеров. Мы видим сегодня огромная проблема на этом фронте. Президенту удалось лишь частично. Я бы сказал, это капля в море. Там речь идет о нескольких десятках тысяч людей. Когда в Москве работают, в России 500 тысяч. Это по данным МИДа российского. Третий момент. Давайте посмотрим политически, Виталий Александрович. Вот скажите мне, пожалуйста, у нас межпарламентская комиссия работает. Вот у нас была встреча этой комиссии. Ее не было еще с 2006 года. Межпарламентская комиссия дружбы. Группа дружбы. Молдовы с Россией не было. Только в этом году удалось пару депутатов от Пасеромы. За свой счет вы имеете в виду? За свой счет, конечно. Это раз. Два. У нас даже сегодня мы не имеем, понимаете, слава богу, вернулся посол Молдовы в России на свое место. Я говорю про Негуцу, потому что его уже отозвали. Только на днях он вернулся. Третий. До сих пор у нас нет, когда сняли, когда Рогозин был назван персоной Нонграда, а он же там целый, как я понимаю, сопредседатель межправкомиссии, Молдороссийской и так далее. Вот до сих пор у нас этого нет. Нет спецпредставителя. То есть у нас заморожены отношения в этом плане. И более того, я вам скажу еще одну интересную вещь. Молдова уже не участвует фактически с прошлого года, с марта 2017, когда господин Канду заявил о том, что Молдова не будет участвовать на разных заседаниях, на разных саммитах СНГ и так далее, потому что молдавских чиновников якобы терроризируют на границе с Российской Федерацией. Вот с той поры мы фактически не участвуем. У нас заморожены политические отношения по очень многим каналам. Но когда мы говорим об отношениях со странами СНГ, я задам просто обычный вопрос. Вот у нас встречи есть с Румынией. Есть же, происходят с Украиной. У нас совместные заседания правительства даже были в истории. Заседания правительства, даже парламента пытались заседания провести. Ладно. А вот скажите мне, пожалуйста, какие у нас за последние 8 лет были встречи на высшем уровне, билатеральные, то есть двухсторонние. К примеру, премьер-министром Молдовы и премьером Казахстана, или президентом Молдовы и Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и так далее. Какие договора были заключены, какие инвестиционные проекты, какие элементарные хотя бы, да, знать и внимание, были уделены на этом уровне. Я вам говорю сейчас о двухсторонних отношениях, да, не о саммитах СНГ, где участвовал Тимофти и делал там, ну, довольно, скажем так, неоднозначные декларации, чтобы выразиться помягче. А насчет вот саммита, чтобы дать оценку, то есть не саммита, а вот этой структуры. Вот это организация нового. Мы видим, что провалился. Он был вначале Гуам, потом Гуам, потом оттуда вышел и Узбекистан, и Армения, да, остался, и Азербайджан. Остались, соответственно, вот эти три государства. Грузия, Украина, Молдова. Грузия, Украина и Молдова. Те же, в принципе, страны. Те же страны. Гуам, то есть, фактически это уже мертвая структура, и они пытаются ее сейчас, как вам сказать, ребрендинг сделать какой-то, да, пытаются ее оживить в такой, к сожалению, я говорю, это в более агрессивной формуле, чем это было до сих пор, потому что Гуам предполагал какие-то энергетические проекты, какие-то коммерческие, политические. Сегодня мы что видим вот в этих трех государствах? Мы видели одну конференцию по безопасности в марте, правильно, где они выступили с антироссийской декларацией. И мы видели сегодня вот опять декларацию господина Канду тоже с антироссийской подоплекой. Да, он прямо России угрозой, кстати, назвал. Больше каких-то действий, понимаете, каких-то акций, каких-то планов по той же европейской интеграции, к примеру, да, или по каким-то какой-то модернизации этих трех стран, или по каким-то инвестиционным проектам, чтобы они договорились, что-то сделали, я, к сожалению, не видел. Все сводится вот к этим просто антироссийским декларациям. И на этом все и заканчивается, понимаете? Они даже, они же даже, вот здесь, господин Андреевский, где-то прав в том, что они дальше заявления даже пойти не могут. Вот сделали заявление против России. Тем не менее, вот сейчас Гастрон Андреевский скажет, с чем он не согласен, но я процитирую ему его же самого. Значит, давайте как бы пройдемся, потому что Богдан говорил первое о взаимоотношениях Молдовы и России. Тут Богдан так просто размазал все достижения президента, что и по миграции ничего нету, и по экспорту не так. Я не сказал. Сейчас, секундочку. Сказал 11% Сейчас скажу. По миграции. На самом деле по миграции проблема решена. По миграции были проблемные. Где-то 15-20 тысяч по этим проблемным людям решено. Я не знаю, 500 тысяч там присутствует. Есть разные, есть цифры, что там всего и 200 тысяч. Но это данные Молдавского МИДа, кстати, 500 тысяч. Ну, мы верим, конечно. Это Молдавский МИД? Да, Молдавский МИД. Так вот. А вы сейчас сказали, мы верим с иронией? Нет, нет, нет. Я просто в некоторых случаях оппозиция верит, когда хочет что-то показать. А в большинстве случаев не верит. Нет, мы говорим 700 тысяч. Ну, что делать? Но просто откуда Молдавский МИД может взять эти цифры? Это может реально те бюро по миграции, которые в России, оно может что-то... Хотя я уверен, что и там такой бардак. Так вот, не надо общие цифры проводить. Было определенное количество мигрантов, проблема их была решена. Запишем в плюс Игорю Додону. Что касается проблемы экспорта, то тут Богдан волей-неволей признал, что это политическая проблема, что это не экономическая проблема, что Россия вводит против нас санкции. Вот если вы политически будете себя нормально вести, мы санкции уберем. Если политически будете плохо вести, санкции будут сохраняться. И причем это очень... Я хочу подчеркнуть, что в отличие вот как американцы, там другие европейские санкции против России, они четко говорят, это санкции за Крым, это санкции там за Донбасс, это санкции там за этих хакеров, да. А тут мы даже не понимаем, за что. Мы должны просто догадаться, понюхать, а за что же они нас наказывают, что же мы такое совершили. Вот Владимир Воронин в 2006 году так и не мог понять, за что его наказывают. Вот после закона о российской пропаганде, я вот, я вам напомню. Так все правильно. Собралось, секундочку, собралось заседание Госдумы, да, собрались депутаты, четко сказали, определили роль господина Плохотнюка в этом, так что все конкретно знали. Дума ввела санкции. Понимаете? Кто-то ввел, кто санкции ввел? Нет, Дума сказала за что. Нет, у вас был такой вопрос. Людмила, надо четко, чтобы премьер-министр или президент сказал, мы вводим санкции против Молдовы, потому что они не хотят показывать Соловьева, Киселева и так далее. Это нас страшно возмущает. И мы решили молдаван за это наказать. Я поняла, в чем же... Нет, тогда будет понятно. Еще одна реплика. Касается стран СССР. У нас очень хорошие нормальные отношения с Украиной. Очень много встречается премьер-министр, с президентом встречается, договариваются. У нас супер-хорошее отношение с Беларусью. Туда ездят, Лукашенко приезжает. Может быть, у нас меньше развиваются связи с Казахстаном. Извини, я понимаю, тревожно Богдану за это. Я назвал всех остальных. Я назвал всех остальных. Президент Беларуси приехал, потому что его до Дон пригласил. Все. Но он встречался с премьер-министром. Он, кстати, открыл Игорь Николаевич. Он приехал, когда еще Тимофти был президентом. Не помню. Плохо? Богдан молодой, уже такая память. Это помню, это не помню. И, кстати, он тоже говорил великолепно, как я люблю Молдову. Не смотря на то, что была Тимофти. Раз он спросил, почему вы не показываете Беларусь. Понимаете? Я хочу сказать, я как раз сейчас немножко интересуюсь Беларуси. Очень интересные процессы происходят в Беларуси. И мы действительно очень серьезно развиваем экономические отношения. Поэтому говорить, что у нас изоляция на Востоке, это будет, мягко говоря, не снижение. Просто господин Канду говорит, что у нас угроза идет с Востока. Я могу вам сейчас прочитать. Он же имеет виду не Беларусь, он имеет виду Россию. Он пишет, он конкретно в этом интервью уточняет, что у нас угроза с Восточной стороны и не из-за Украины, а из России. Виталий Александрович, и все-таки хочу понять, когда вы правду говорите по поводу России. Вот смотрите, когда вы советуете демократам стратегии, как им необходимо себя вести, вы пишете замечательно, даете им такой совет, что демократам нужно избегать стратегии всего, что позволит оппонентам приклеивать к ДПМ имидж антироссийской партии, советуете вы им. Более того, надо наконец убедить население в том, что антироссийская ДПМ миф. То есть вы признаете, что эта проблема есть, и проблема эта существует на уровне понимания обывателей. То есть все на сегодняшний день убеждены, что ДПМ проводит русофобскую политику. Вот к вам не прислушиваются. разберемся, что такое русофобская политика, что такое проблемы с Россией. Я не считаю это русофобской политикой. Ну, антироссийскую вы тут так говорите. Сейчас объясню вам. Так. Я не говорю, что они проводят антироссийскую политику. Я говорю о том, что миф существует, что они антироссийская партия. Вы же внимательно прочли. Я прочла. Я же не написал, что они... Если так, у народа складывается такое впечатление. Складывается впечатление о значительной части общества, в том числе, благодаря вам, Богдану Цердии, многим другим. Мы виноваты. другим. Мы виноваты. Понятно. Да. Это мы приняли закон. Это мы приняли закон. Так вот, я сейчас объясняю. Есть, я знаю, что это как бы неприятно для многих социалистов, что есть национальные интересы. Национальный интерес, чтобы Россия выявила этот ограниченный контингент войск в Приднестровье. И в этом плане не надо рассматривать требования демократической партии как русофобской и антироссийской. Это промолдавское требование. Это на самом деле, я думаю, что если провести опрос, даже многие социалисты проголосуют за это, что должны Россию вывести. И я уверен, что если это произойдет, гораздо легче будет устанавливать нормальные отношения. Так и мы ратуем за то, что были выведены Йогар-В. Почему вы при этом в ООН не жалуетесь? А, Богдан? Почему вы не хотите, чтобы была резолюция, чтобы наказали при этом Россию? Вот в этом тонкий нюанс. Дело в том, что демократическая партия, может быть, она, может быть, Виталий Александрович считает, да, демпартию, что она не является там русофобской и так далее. Хотя я не могу понять, почему еще и в прошлом году они отказались участвовать на всех этих межпарламентских ассамблеях СНГ. И всем депутатам парламента отказали, это раз. Более того, 29 мая, вам напомню, мне 5 дипломатов выслали. Такого не было в истории Молдовы. 5 российских дипломатов. Виталий Александрович скажет, что все равно это не будет в России. развернуть самолет Рогозино, потом выйти в ООН с этой декларации, да, по выводу российских войск без соответствующих координаций, понимаете, с Российской Федерацией, там, внутри СНГ и так далее. Я уже не говорю про то, что мы, мы фактически, да, взяли, взяли, да, и приняли вот этот закон о борьбе с российской пропагандой. На днях, вот, напомню вам, что 2 мая 2017 года Конституционный суд принял тоже очень интересное решение, а Конституционный суд у нас понятно, кем контролируется, да, но не Виталий и же Павличенко, а демократической партии. Вот, согласно этому решению Конституционного суда Россия признана страной-агрессором, Приднестровье признана оккупированной территорией, нейтралитет считается неким временным явлением, которое можно пересмотреть в случае, да, изменения конъюнктуры и так далее. То есть, это вот такой интересный нюанс, да, который показывает отношение демократической партии и к нашим сотрудничественным партнерам и так далее. А уже говорить о том, Виталий Александрович, что мы проводим уже столько учений с НАТО, вот только в этом году это было, и Рэпид Трайдент, да, в январе, там, недавно мы проводили на территории Украины опять, да, как он называется, Стальной Трезубец, по-моему, то есть, был вначале Стальной Орел, сейчас вот Трезубец, Рэпид Трайдент, так называемый, тоже на территории Украины, против кого мы проводим эти учения? То есть, государство, которое находится в состоянии войны, которое, говоришь, он находится там в войне, чем не с Российской Федерацией, и мы вот проводим эти военные учения с государством, находящимся в состоянии войны. И где, кстати, сами украинские генералы на сайтах Минобороны Украины признаются в том, что участники АТО, участники АТО, да, будут обучать наших солдат принципам ведения боя, там, и так далее, и тому подобное, да. Вот все это, безусловно, что считать нетими, как вам сказать, пророссийскими жестами, там, и так далее, безусловно, невозможно. И не то, что пророссийскими, дружественными действиями. Ну давайте, когда вы говорите, нет, давайте, да, вы когда говорите, Виталий Александрович, о том, что вот, про молдавский интерес, не про молдавский интерес, 65% населения, это показывает себе опрос, хотят развития стратегических отношений с Российской Федерацией. У нас 90% овощей и фруктов, 90% овощей и фруктов, а по некоторым позициям 100% идут в Российскую Федерацию. И там большинство наших граждан, и российский МИД говорит про 500 тысяч, и молдавский мир, говорит про 500 тысяч граждан, которые находятся там. И многие годы, вы же сами знаете лучше меня, из России денежные трансферты выходили за миллиард долларов, и миллиард 300 миллионов, и так далее, когда из Евросоюза было по 300. А сейчас, чтобы закончить, я вам хочу сказать, Россия, Россия, первое, понизила цену на газ, два раза, да, с 400 долларов до 200, даже меньше, где-то 170 долларов сейчас, за 1000 кубических метров. Раз, два, они сняли, они открыли рынок для наших сельхозпредприятий. Правильно? Правильно. Россия инвестировала часть наших эмигрантов, рабочих гасарбайтеров. Это третий момент. Четвертый момент, Россия опять реструктурировала нам долги, которые у нас существуют. Пятая, Россия предложила нам много инвестиционных, ну, очень много инвестиционных проектов, кстати. Начиная еще со времен, когда Шувалов здесь был, предложил нам 500 миллионов долларов и так далее. И мы отказались. Мы отказывались, мы отказывались, мы отказывались, мы говорили, нет, мы с МВФ. И вот мы делали эти антироссийские действия. А то, что Россия закрыла, ввела определенные ограничения на импорт молдавской сельхозпродукции, так это было связано именно с договором об ассоциации. Потому что по нашим соглашениям внутри СНГ мы должны были с Российской Федерацией вести определенные переговоры, поставить их безвестность. Это не словом санкции, Богдан говорит, что это нельзя назвать санкциями. Но это нельзя назвать санкциями. Сделаем мы вот такие военные учения против Соединенных Штатов или сделаем мы такие декларации, что Россия агрессор и так далее, нас бы не то, чтобы рынок закрыли. Здесь бы нам Сирия показалась бы я не знаю чем. И американцы, кстати, обычно не церемонятся в таких случаях. Это правда. И Кадаши там, и другие знают, о чем говорят. Вы хотели что-то сказать, потому что у меня еще есть вопрос. Очень много интересного наговорил наш спикер. Дело в том, что мне очень нравится, когда вот Молдова приняла учение, участие в учениях там в Украине и так далее. Это... С НАТО. Да. С НАТО. Да, со странами, которые входят в НАТО. Но Украина не входит в НАТО. Не входит. Да. Я не вижу ничего в этом страшного, потому что, как идет обучение армии, у нас есть армия вообще за то, чтобы ее закрыть, но так как она есть, она должна обучаться и так далее. Но почему тогда те люди, которые видят вот эти вещи, там, Саринку, они не возмущаются, что российский ограниченный контингент войск проводит учения вместе с преднестровскими вооруженными силами? Почему это не вызывает возмущения? И когда говорят, мы должны нейтралитет, ну не может быть нейтралитет, если чужая армия присутствует на территории. Это лже-нейтралитет. Понимаете, надо называть вещи своими именами. Я повторяю, и то, что я написал, то, что я советовал публично демократической партии, я за то, чтобы мы развивали хорошие стратегические отношения с Россией. Но при этом я очень хочу, чтобы Россия учитывала наши национальные интересы. Давайте задам вопрос более прямо. То, что делает демократическая партия, исходя из ваших советов, это правильно? Что значит, исходя из моих советов? Ну вот вы советуете, как вы тут говорите детально, антироссийскую риторику, избегать, вы советуете, убеждать население, что антироссийская ДПМ миф. И что сейчас? Как вы считаете, она убеждает население своими действиями, что антироссийская ДПМ это миф? К сожалению, или население послушает заявление? К сожалению, Людмила, мое влияние на ДПМ слегка преувеличено, скажем так. Я не говорю, чтобы вы повлияли, я хочу, чтобы вы оценили. Я повторяю, если я это написал, значит, мне не нравятся какие-то вещи, которые делаются. И я открыто написал об этом. Я буду очень рад, если сторонники социалистов тоже напишут, что им не нравится. Теперь вопрос следующий. Нравится ли вам, что сказал господин Канду в отношении того, что намеревается предпринимать демократы в отношении президента? Он честно отвечает, я ему очень благодарна. Говорит так, может быть, мы его президента отстраним, но это можно на время, на 30 дней. После 30 дней мы должны организовать референдум, а его позиция еще довольно высокая по популярности, поэтому ждем еще, чтобы он чуть-чуть подвинулся. Начнем тогда вот большое расследование. Журналист уточняет. Начать, но позже, когда снизится его рейтинг, нет-нет, говорит Канду, можно начать сейчас и двигаться вперед. Журналист спрашивает, а когда снизится, тогда уже и привлекать правоохранительные органы. Да, отвечает ей Канду. Таким образом, президенту пытаются вменить ни много ни мало о измену родине. Вам как такое высказывание? Я считаю, что это работает на президента Дадона, потому что... А, то есть господин Канду старается в интересах президента Дадона? Нет, ну на самом деле возникает очень дурацкая ситуация. И я смотрю, там читаю, вот все постоянно хотят сблизить ДПМ и партию социалистов. Не, уже другой тренд. Уже давно стараются Анастасия Майосанду. Сейчас, секундочку. Да. Сблизить их, показать, что партия социалистов это опереточная оппозиция, что это не оппозиция и так далее. И над этим очень усиленно, активно работают, что в принципе не соответствует интересам ни ДПМ, ни интересам партии социалистов. Потому что у ДПМ другой электорат, у партии социалистов другой электорат. И эти, как там Киплин говорил, запад и восток, они не могут сойтись вместе. Но, во всяком случае, в политической борьбе я не отрицаю, что после выборов могут быть самые чудовищные странные коалиции, потому что ни одна партия большинство не набирает и, конечно, будет там кручу-кручу, верчу-верчу и так далее. Поэтому я не вижу ничего в этом таком необычном. Да, если, допустим, демократическая партия пойдет на соглашение с Сандус, на Стас с этим балаболом и так далее, теоретически, я для телезрителей переведу, имеется в виду Рената Лусакова. Возможен действительно импичмент президента, то есть теоретически они могут набрать большинство. Я только не знаю, что это даст Молдове. В любом случае это даст дестабилизацию. Я противник вот таких резких шагов, я считаю, что должны пройти выборы. И выборы много определят, какая будет конфигурация. И я против того, чтобы такого рода шаги сейчас предпринимались, даже если они приносят какие-то электоральные очки. Богдан, объясните мне, пожалуйста, одну вещь. Вот сейчас Виталий Александрович совершенно справедливо начал говорить о коалициях, которые могут быть сформированы после парламентских выборов. Поясните, пожалуйста, зачем эту ситуацию до выборов комментирует американский посол и совершенно четко говорит, что проевропейская коалиция после парламентских выборов неизбежна. Вы читали это заявление, да? Ведь наверняка. Магдан, как это можно расценить? Слушайте, я давно об этом говорю и не устаю повторять, что Молдова находится под частичным внешним управлением и этот факт очевиден, понимаете. и безусловно Соединенные Штаты они играют огромную роль, огромную роль в формировании, они сыграли огромную роль в формировании правящего Альянса за евроинтеграцию в 2009 году, потом в 2010, в 2014. Вы же вспомните, вот как можно было, только представьте себе, я обращаюсь к телезрителям тоже, насколько тяжело было склеить Филата и Плохотнюка, я уже не говорю там и Гимпу и всех остальных куритян. Я вам напомню, в 2011 году Филат поднял меч против Плохотнюка, потом они опять помирились, их помирили. Потом в 2013 господин Филат опять поднял меч против господина Плохотнюка, тогда упало и правительство Филата, и Лупу потерял должность Питера, и Плохотнюк вицец Питера лишился, и Зубко потерял должность прокурора и так далее. Я был удивлен, когда в 2013 году в мае, все-таки, по-моему, в мае было назначено правительство Лянка. Как их могли помирить, понимаете, как? Это было невозможно. И тогда пришел Штефан Фюли. Штефан Фюли их помирил. То есть, вот только хотя бы эти два аргумента и третий еще в 2016 году. вспомните на президентских выборах, когда все партии правящего Альянса, все доедины. Кто-то снялся с выборов, как Андрей Анастасов, понимаете, он задыхался, он плакал, он ныл, выл, но он снялся с выборов в пользу никому неизвестной тогда Майи Санду. Потом Лупу должен был сняться с выборов. Потом Гимпу, задыхаясь от ненависти, поддержал Майю Санду, как и все остальные. Почему? И американский посол знает, почему. И сегодня на мэрских выборах в столице произошло то же самое. То же самое. Вот вам, пожалуйста, фактор. Я не понял, Майя Санду у нас президент? Майя Санду не президент, но ее поддержали тогда. Все правы и партии партии Альянса. Все найдены. И в том числе и демократическая партия. И демократическая партия господин Плохотнюк. Демократическая партия заявила, что она готова поддержать. Санду отказалась и демократическая партия убыла руки. Нет, господин Плохотнюк призвал тогда голосовать за Майю Санду. Потом господин Плохотнюк сам признался и господин Канду, что я лично голосовал за него. Я вам это говорю на полном серьезе. Это был 2016 год. Я хочу вас спросить, чтобы Виталий Александрович не скучал. Вот именно это внешнее управление видно в том, что посол США фактически напрямую уже дает указание о том, что вот мы сформируем Альянс за европейскую интеграцию. И меня знаете, что смешит? Не то, что посол разоткровенничался. То, что Майя Санду и Андрей Анастасы поставлены в идиотское положение. Они же кричат, что они ни за что не сделают Альянс с демократами. Нет, Богдан им помог господин Плохотнюк. Он сказал так, если бы я была на месте Майя Санду и Андрея Анастасы, я бы тоже до выборов говорил, что с Плохотнюком я, что называется, Плохотнюк оказался чуть честнее, не честнее, да, как бы откровеннее их. Мне интересно, Виталий Александрович, вот все-таки, вот у нас мучаются люди, думают, какой будет правящая коалиция, кто туда войдет и как оно все будет. А может честно сказать людям, вы знаете, закончатся выборы, представители США, представители Евросоюза посадят наши проевропейские силы и скажут, друзья, нас не интересует, что вы друг друга не любите, значит так, у нас выход такой, мы должны дружить против пророссийской партии социалистов. Так будет? В том плане, что будут предпринимать усилия, это безусловно, но очень много зависит от результатов выборов и очень много зависит от вот этих, ну скажем так, случайностей, которые очень сегодня трудно предугадать. на самом деле, если, допустим, демократическая партия вместе с Сандус, Настасы, возможно, я не знаю, какую позицию займут еще БСС, вот эти, то, что он контролирует этот сегмент, ну типа Кадриану, вы сейчас об унионистах хотите сказать? Да, 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 вот их объединят или они пойдут... Так они же показали, что когда угроза евроинтеграции, все унионисты... Меня сейчас не интересует другое. А, войдут ли они? Они объединятся сейчас или это будет единый блок? Потому что единый блок, он может как бы достаточно серьезно набрать. Нет, ну Витальцев, вот мне интересно. Сейчас я хочу мысль закончить. И если вот эти будут иметь такое большинство, там, допустим, 51, то, безусловно, будет проевропейская коалиция без социалистов. Но может быть... Секундочку, Вы так уверенно говорите, безусловно, будет проевропейская коалиция. Да, если будет 51% демократической партии и те остальные... И Майя Санду, уточняю. Да, тогда будет проевропейская коалиция. Но может элемент случайности могут определенные независимые быть, которые скажут, вы знаете, мы... А там не хватит, допустим, 4-5 голосов. Ну, они вместе набирают 48-47. Не хватает. И они говорят, нет, мы не пойдем, не то, что там мы против Европы, мы не пойдем, допустим, с Анду, мы не пойдем с Анастасой, мы не хотим идти с ними. Ну, условно говоря, могут быть там, условно, с Гагаузией независимые кандидаты, которые скажут, мы не хотим с ними быть, давайте искать возможность большой коалиции социалистами. Мы не хотим, чтобы вот эта коалиция, мы окончательно рассорились с Россией и так далее, и так далее, и так далее. Тогда будет совершенно другая игра. Получится это или не получится, какая это будет группа, я не могу сказать, но то, что такая группа, безусловно, будет, ее уже можно немножко просчитать, возможно, это Приднестровские депутаты, возможно, это с Россией депутат, возможно, это с Бельц депутаты, этот балабол может все, что угодно говорить, но если ему там дверью прижмут одно место, он сделает, как ему скажут в Кремле. Вот тогда может быть совершенно другая игра. Поняла. Поэтому сейчас гадать, как будет, я не хочу. В том же интервью, если можно коротко, я по минутке вам еще дам, у нас времени остается очень мало, Гассейн Канду очень четко и без сомнений сказал так, у социалистов не будет большинства. Человек взял и сказал уверенно. Богдан, почему он так сказал? На чем вот он, да, и ДПМ вместе с другими. А что он должен сказать? Что, допустим, социалисты возьмут большинство, мы уйдем в оппозицию, нас посадят, мы сбежим за границу, вот мы купили билеты. Как сказал бюджетный оппозиция? Нет, секундочку, формулировка такая, мы сделаем все. И кто-то пустиклась, он не сажать собрался. Мы сделаем все. Секундочку. Виталий Александрович, сейчас я предложу вам лучше бы так сказал. Мы сделаем все для того, чтобы социалисты не взяли большинство. Ну так же корректнее, правда? Нет, это неправильно. Ну как, ну как неправильно? Кто же знает, как будет? Нет, тогда бы вы с Богданом начали. А, они сделают все, значит, будет фальсификация выборов, будет подкуп избирателей. Вот они... Он об этом уверенно говорите, как будто у вас есть такой план, Он честно сказал, что... Он честно сказал, что... Да, все просчеты показывают, что социалисты... Он не сказал все просчеты. Он сказал, что он уверен. Нет, ну, что вы хотите, чтобы он... Да, он уверенно сказал, что социалисты вот на сегодняшний день. Мы, кстати, вот всегда экстраполируем... Вот видите, а вы говорите, что вы не можете его интерпретировать. Вы лучше понимаете, что говорит господин Канду. Нет, нет, сейчас, секундочку. Дело в том, что мы всегда живем сегодняшним днем, а гадаем, что будет там. Хорошо. Мы вообще не знаем, что будет в ноябре. Нет, господин Канду... Знаю, как раз большинство вопросов показывают, что демпартия находится на грани прохода избирательного порога. Кто дает им 3, кто 5, кто 7, да. Но никто им не дает большинство демократической партии, по крайней мере. И у социалистов... Им не надо большинство. У них всегда золотая акция. Ну, у них золотая акция, потому что была такая ситуация. Вы видели в Тишневстве выбор, какой провал произошел у них. Хотя многие думали, и вы в том числе, что Раду может продеть с первого тура. Сильвераду. И вот только ассоциировали ее с демпартией, и сразу провалилась по Тишневу. И риск такой у демократов есть и по стране, чтобы был. Безусловно, сегодня мы не можем гадать, но однозначно Канду Адриан не прав в том, что ПСРМ имеет там 20% в опросах. Я не видел еще ни одного опроса, где у нас меньше 40%. Понимаете? Где 40%, где 45%, где 48%, где 50%, за 50% даже, но 20% это я не знаю. Это какие-то уже, извиняюсь за выражение, сексуальные фантазии господина Спитера. Это первое. А второе, действительно, парламент будущий сегодня говорить о том, какова будет структура будущего парламента, очень тяжело. Мы еще не знаем, пройдет усатый там 2-3 депутата от него или не пройдут. Пройдут по КРМ, хотя бы по униноминальным, да, округам, или не пройдут. Пройдут они вообще в парламент, да, или нет. И с кем они будут. И с кем они будут, да. Это тоже большой вопрос. То есть у нас сегодня... Мы с КРМ, я думаю, ни у кого нет. У нас сегодня, понимаете, может случиться очень раздробленный парламент. Мы не можем отрицать существование и правой или левой коалиции, и центрийской болота, то есть какого-то, да. Но не можем отрицать и велик риск досрочных выборов, понимаете, когда парламент распустится из-за того, что не найдет, не будет найден консенсус между политическими силами для того, чтобы сформировать большинство. Большинство. Это мы сегодня посмотрим в ближайшем будущем, что произойдет на политическом... Потому что я сейчас добавлю, дело в том, что большинство, это не только арифметическое, большинство, это по фигуре премьер-министра, это по фигуре... Ну мы знаем, что означает большинство, и мы знаем даже разницу с конституционными, с простым, да. То есть здесь есть отличия. Что на самом деле это не арифметическое будет решение, а политическое решение. Да, наше время, к сожалению, вышло, хотя, честно говоря, у меня еще очень много вопросов осталось, но я не виновата, что наш спикер стал в последнее время, ну как-то вот очень уж интересные вещи выдавать, всегда есть о чем поговорить. Поэтому я приглашаю вас еще приходить к нам и говорить на важные, интересные темы. Спасибо, что были с нами. Результаты голосования вы видите на экране. Богдан Цирдя, 647 голосов, Виталий Андреевский, 22 голоса. Это успех. Я с Батрынчей, кажется, меньше имел. Ну вот видите, в следующий раз придете, у вас будет 24. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и принимали участие. Вы смотрели программу «Дело принципа». Всего вам доброго и доброго вечера.